Казахская народная сказка. Приключения Тасабалы. Оказывается, ум человека вовсе не от возраста зависит. И старый может быть глупым, и малый ещё каким умным. Так вот, жил-поживал в старину один мальчик. Был он смышлённый, наблюдательный, расторопный. Родители его умерли рано, и мальчик остался круглой сиротой. Вырос он голодным, бездомным, без любви и ласки. А потому часто болел. Лишился волос на голове и ходил оборванцем. Даже красивое имя своё забыл. И прозвали его Таша Паршивый. Как-то слонялся он по базару просто так, непрекаянным, никому не нужным. И встретился ему такой же одинокий старик. — Ты что тут делаешь? — спросил старику Таши. — Сирота я, родителей себе ищу! — ответил мальчик. — О-о-о-о! — обрадовался старик. — Будь мне сыном, дорогой! Мальчик с радостью согласился, и пошли они домой. Зажили они вдвоём тихо-мирно. И однажды за чаепитием старик сказал приёмному сыну. — Видишь, вон тот высокий тополь. На верхушке его свела гнездо птица Аксары. Она там высиживает яйца. — Влезь незаметно и достань-ка мне из гнезда одно яйцо. Таша осторожно взобрался на дерево. Незаметно для чуткой птицы взял из-под неё одно яйцо и принёс старику. — Молодец! — похвалил старик. — Теперь так же незаметно положи яйцо на место. Сказано, сделано. Таша исполнил и эту просьбу. Прошло время. Мальчик и старик привыкли друг к другу. Старик называет мальчика сынком, а Таша — старика отцом. Как-то раз старик сказал Таше. — Вон тот дом, видишь, новый, просторный. Там живёт бай. Очень богатый, но очень жадный. Зимой снега у него не выпросишь. А таких, говорят, он сам не гам и другим не дам. Божьему гостю даже глоток воды не предложит. Когда бай со старухой ложатся спать, кладут между собой мешочки с сушёным сыром и брюшины с топлёным маслом, чтобы никто не украл. Я столько лет ба трачил на него. Отомсти за меня. Выкради у них мешочки с сыром и брюшины с маслом. — Ладно, — согласился Таша. Глубокой ночью мальчик прокрался в дом бая, улёгся между спящими хозяином и хозяйкой, отодвинул их друг от друга, забрал мешочки и брюшины, и был таков. Чуть свет проснулся бай и его жена, и сразу обнаружили пропажу. Поохали, повздыхали, руками помахали, за голову схватились. А бай, надо сказать, тоже был хитрый. Сразу смекнул, кто его обчистил. В Завалюхе напротив живёт одинокий старик. Недавно он усыновил пляшивого сироту. Ташой зовут. Это его проделки. И бай бросился вдогонку, да так прытко, что опередил Ташу. Раньше его прибежал к Завалюхе и с ведром в руке встал у входа. Только прибежал Ташша с добычей, бай голосом его отца и говорит, «Милый сыночек, умница моя, подай-ка мне узелки, а сам сбегай за водой». И сунул ему в руки ведро. Ничего не подозревая, Ташша сбегал к колодцу и принёс ведро воды. «Вот, отец, возьмите!» Старик удивился. «Я разве за водой посылал тебя, сынок?» И тут только Ташша сообразил, как ловко провёл его хитрый бай. От досады мальчик даже за палец себя укусил и во весь дух погнался за баем. Перегнал, накинул на голову белый старушечий платок, обвязал поясницу пуховой шалью и сварливым голосом старухи обратился к подоспевшему домой баю. «Ты где запропастился, старый? Как сквозь землю провалился! Разве не вдомёк тебе, дурачина, что на нашу отару волки напали? Беги скорее, пригони уцелевших овечек!» Услышав такое, бай едва раз сутка не лишился. Сунул узелки в руки переодевшегося в старуху Таши и побежал на выпас. А Таша с мешочками сыра и брюшинами топлёного масла отправился в свою лачугу. Бай, запыхавшись, прибежал на выпас и видит, а тара мирно пасётся, а волков и в помине нет. Понял бай, одурачил его Таша. Обескураженный, разъярённый приплёлся бай к лачуге Таши и сходу набросился на старика. «Твой приёмный сын, чесоточный и паршивый, грязный оборванец, обворовал меня! Если он не вернёт мешочки с сыром и брюшины с маслом, я убью его!» «Да что ты напраслень умелишь!» Возмутился старик. «Если ты уверен, что сын мой что-то у тебя украл, поступай с ним, как знаешь!» Тогда бай взял острый топор и отправился на заброшенное кладбище за аулом, укрылся в развалинах склепа. А жена бая, будто ничего не зная об этом, позвала к себе Ташу. «На старом кладбище покоится мой отец!» Сказала она плаксивым голосом. «Сегодня ведь пятница, священный день! Я вот испекла поминальную лепёшку. Сходи-ка, милый, на могилку, скушай, да помяни его душу!» И помолись. Говорят, молитва сиротки «Скорее доходит до Бога!» «Хорошо, бабушка, исполню вашу просьбу!» Отправился Таша на кладбище, опустился на корточки у старого склепа, пробормотал молитву и только принялся за лепёшку, как из-за угла укрытия выскочил свирепый бай с топором в руке. Но молодой и сноровистый Таша ловко увернулся, коршуном налетел на бая сзади, вцепился в его затылок с такой яростью, что бай выронил топор и завопил дурным голосом, прося пощады. Но разве один лишь жадный бай угнетает бедный народ? Ох, их много! От ничтожного аульного бая до всемогущего хана, грозно восседающего на троне в неприступном дворце. Бедный сиротат Аша давно это понял, и сердце его наполнилось гневом от такой несправедливости. — Отец, — сказал он однажды, — жадному баю я отомстил. Теперь за поруганный народ я должен отомстить хану. — Что ты, сынок, разве это возможно? — испугался старик. — Держи язык за зубами, узнает хан не сдобровать тебе и не заметишь, как повиснешь на суку. — Не бойтесь, отец, я с ханом расквитаюсь, увидите. Ночью Таша пробрался в ханский дворец, выкрал из ханской казны огромный кувшин с драгоценными камнями. А пропажи ханские стражники узнали лишь на другой день. Хан срочно собрал всех визиров и долго с ними совещался. — Вора надо изловить во что бы то ни стало. Но как? — Вокруг казны надо вырыть глубокий ров и залить его столярным клеем. — В темноте вор не заметит рва, упадет в него и уж не выкарабкается. — Правильно! — сказал один из визирей. — Побарахтается в клею, как муха в меду, и застынет. А мы его уложим в гроб и закопаем. Согласился второй. Хан, подумав, согласился. Так и сделали. Но бог миловал Ташу. Он каким-то образом проведал проковарство хана и не попался в его ловушку. Не сбылась ханская хитрость. Хан долго думал, думал и придумал еще одну уловку. Был у него один строптивый нар, одногорбый верблюд, что беспрестанно ревел во всю глотку. Поставил его хан возле казны, а охрану отпустил по домам. Но Таша прознал и об этой уловке хана. Безлунную беззвездную ночью со снопом Янтака подкрался Таша к ревучему Атану и увлек его далеко в степь. Какой верблюд устоит перед любимым лакомством? В глубоком овраге Таша сел на Атана и убрался во свояси. Ищи, свищи ветра в поле. Опомнилась ханская стража. Нет верблюда. Даже ревы его нигде не слышно. Когда хану доложили о пропаже, он придумал третью уловку. На зеленом ровном лугу хан распорядился соорудить нарядную юрту, обставить ее дорогим убранством и поселить в нее свою младшую красавицу-дочь. И объявил через Глашатаев, кто сумеет понравиться моей дочери, за того и выдам ее. А сам дал дочери буланный меч и приказал отрубить руку тому, кто посмеет к ней прикоснуться. О-о-о! Да разве хитрого Ташу так просто заманишь в селки? Под покровом ночи Таша отправился к известному в городе Прайдохе мяснику, постучал в окно и сказал «Нашему славному хану срочно требуется баранья Брюшина». «У какого торгаша не вскружится голова от такой просьбы?» Подал мясник Брюшину через окно. А Таше только того и надо было. А отхватил кисаком ему руку по самый локоть и унес вместе с Брюшиной. Таша даже домой не завернул, а заспешил к юрте ханской дочери. В темноте они поговорили о том о сём, и Таша заворожил ханскую дочь ласковыми и льстивыми словами. Молодые понравились друг другу, но Таше было не до любви. Он должен был проучить хана. «Разреши мне выйти на минутку?» попросил он ханскую дочь. «А той не хотелось отпускать сладкоречивого джигита. Если не веришь, на, подержи меня за руку», сказал девушке Таша. «Я только выйду за порог». И подал ханской дочери руку мясника. Прошло немало времени, пока девушка догадалась, что Таша исчез, и она держит чью-то отрубленную руку. Она закричала не своим голосом, и когда вместе со стражей прибежал хан, обо всем поведала ему. Стали рассматривать обрубок и обнаружили, что это была рука мясника. Потом он и сам рассказал, как все было. Хан сильно огорчился своими неудачами. «Это, надо же, какой-то пляшивый оборванец, уже который раз обвел его вокруг пальца. Ну ладно, на этот раз я его сам поймаю и проучу как следует», заявил хан и поселился в юрте дочки. Таша узнал и об этом. Он облачился в богатый женский наряд и, превратившись в игривую, смазливую молотку, смело вошел в юрту. Хан обомлел, растерялся. «Кто такая? Зачем пришла?» Холодно спросил он. «Я вдова. Мой муж недавно умер, и меня хотят выдать замуж за младшего деверя. Ну зачем он мне, сопливый мальчишка? Прошу вашей милости дать мне волю самой выбрать себе мужа по душе». При виде такой красотки с медовым голосом и блестящими глазами у хана заиграла кровь, закружилась голова. «Чем я тебе не пара? Выходи за меня!» «О, если будет на то ваша милость!» Почтительно поклонился Таша. «Какая женщина откажется от такой удачи стать женой хана?» Хан расцвел от радости. Таша обратил внимание на какое-то деревянное сооружение у входа. «О, мой хан! Что это за палки с перекладиной? Зачем они здесь?» «Это виселицы. На них вешают преступников. «Как интересно!» «Покажите мне, как это делается?» «Ну, разве можно отказать в просьбе красотки, если ты даже хан, очарованный красотой вдовы, хан поднялся на подставку, накинул на свою шею петлю?» «Если выбьешь из-под моих ног подставку, я повисну в петле и умру». «Что вы? Какой ужас, говорите!» Деланное испугался Таша и пинком выбил из-под ног хана подставку. Хан повис в петле, захрипел, ногами засучил. Таша мигом скинул с себя женский халат и убрался во свояси, будто сквозь землю провалился. Ворвалась в юрту встревоженная свита и увидела висевшего под перекладиной глупого хана, вытащила его из петли и с помощью знаменитых знахарей, пичкая его разными снадобьями, еле-еле оживила бесчувственное тело. А что стало с Ташой? Отомстив жадному баю и наказав хана, грабившего народ, он успокоился, забыл про свою сиротскую долю и превратился в доброго, достойного удальца джигита, уважаемого во всех аулах. Субтитры создавал DimaTorzok